Сегодня, конечно, никто не испытывает страх, но стараются реконструкторы на славу. Максимально подробно показывают масштаб и нерв военных действий. По замыслу на дворе 28 июня 1944-го. Деревня Щаткова уже третий год находится под оккупацией немецких войск. Солдаты и офицеры вермахта ни о чем не догадываются. Советские войска начинают форсировать Березину. Атаку поддерживает артиллерия. Су-76 врывается в село, завязывается бой. Немцы вынуждены отступать. Советские войска занимают оборонительные рубежи и готовятся отражать контрнаступление врага. Из лесополосы выходят фашисты, пехоту поддерживают артиллерия и танки. После нескольких часов боя советские войска побеждают. Деревня Щаткова освобождена. Уже на следующий день, 29 июня, войска 1-го Белорусского фронта уничтожат противника в Бобруйском котле. К концу лета 44-го на территории БССР не останется ни одного фашистского оккупанта. За время Великой Отечественной на территории нашей страны враг уничтожил 209 городов и больше 9 тысяч деревень. Погиб каждый третий. А потом победа. Не только праздник, но и память. Вот мы посмотрели с вами, там 30-40 минут боя, да. А я стоял, рядом стояли взрослые пожилые люди, они пускали слезу. И нашему молодому подрастающему поколению это очень полезно. Для Бобруйского района столь масштабная реконструкция новинка. В ней участвуют свыше 100 человек. Порядка 10 единиц техники, Су-76, полуторки, две пушки ЗИС-3, орудия Красной Армии. Со стороны немцев были легковые автомобили, Мерседес, Панцер-3. Была зенитная установка, 20-мм флаг. Здесь можно сфотографироваться, побывать в военном лагере, забраться на танк и пострелять из пулемета «Максим». Было все как в живую, и ощущение такое, что не хотелось бы там быть. Не хотелось, чтобы это повторилось. Ее понравилось очень красиво, реалистично. Достаточно информативно. То есть отрывки, вот эти вот комментарии, они, ну, для меня лично информативны. Организаторы отмечают, в следующем году реконструкция повторится. И пусть кровь на лицах солдат ненастоящая, многие усвоили. Война – это страшно. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова